Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в работе то ли салфетка, то ли мотив. Для меня это мотив, потому что я, когда увидела эту схему, я поняла, это тот мотив, который я искала, как центральный для создания платья. Где-то на просторах интернета гуляет сама схема, потом кто-то из девушек, я не знаю фамилию мастера, подскажите, если знаете, переработал эту схему, использовал прием вязания выпуклых и вогнутых столб. Очень хорошо здесь, удачно, это легло. Есть где-то, может быть, даже в Ютубе мастер-класс, кто-то показывал, как это вяжется, где-то полгода назад мне это встречалось, но я вяжу вообще приемы с вогнутыми столбиками иначе. Что имею в виду вообще, это сам принцип переходов. Так, вот здесь самое сложное в вогнутых и выпуклых столбиках, это моменты переходов. Я их делаю иначе. Посмотрите. Я вам немного, наверное, покажу, потому что если я вам буду показывать, как вяжется платье, и там будет вот этот мотив, вы уже будете спрашивать, а что это за мотив и как он вяжется. Вот я вам и покажу сегодня, может быть, до этого момента. Может, полностью все. Как у меня хватит здоровья на монтаж, потому что материала, отснятого по подробному вязанию этого мотива, два часа с копейками, 2,20, по-моему. Чтобы его смонтировать, это суток тролли, чтобы все почистить, все смонтировать. Поэтому я не знаю, где мне хватит терпения. Я думаю, что вам достаточно будет вот такого небольшого фрагмента показать, самого основного. И то, кто не знает. Ну, многие не знают, как вяжутся выпуклые, вогнутые столбики. Что по вязанию? Вот этот мотив я вязала из грубых ниток. 280 метров на 50 грамм. Есть такая же, допустим, у нас нитка по толщине, но она будет мягче. Вот эта грубая такая скрутка. То есть, вы когда возьмете, например, пальчик, так у вас будет чувствительно резан. Под крючком вообще будет понятно, что она не мягкая. И здесь у нас получается 25 сантиметров больше даже. 26-27 длину будет. И здесь где-то у нас 19. Крючок здесь полтора. Вот он. Крючок – это очень важно. Возьмете меньше, размеры будут меньше. И эта салфеточка, вроде бы, она не намного меньше, но она уже мотив. И по диаметру, конечно, пару сантиметров меньше. И это уже много. Здесь я ее вязала 340 метров на 50 грамм. Нитка мягче. Она более такая шелковистая. Это уже под ручку возьмете. Вот такая вот. Раз и проскользила. Здесь вы чувствуете, что это фактура веревочки такая. Чувствуется между пальцами. Не скользит. Здесь у нас уже крючок единичка. И, конечно, это уже мягкий, такой податливый мотив для платья. Если вы будете вязать салфетку, советую брать грубые, толстые нитки. Чем толще и грубее, тем лучше будет смотреться эта салфетка. Но, опять же, следите за мерсеризацией, чтобы она была мерсеризованная нитка. Лен можно, конечно, попробовать, но тоже хорошего качества. Начинаем вязание с 12 воздушных петель. Нет, возьмем 10. Много здесь 12. Много. 10 перейти. Смыкаем их в единое кольцо. Делаем 1, 2, 3. Воздушные петли подъема. Накид и вокруг вот этого колечка, пока все просто, делаем 24 столбика с накидом. 24. Затем отсчитываем 1, 2, 3. По трем воздушным столбикам подъема делаем воздушную петлю. Смыкаемся в соединительную петлю. Мне кажется, я здесь не совсем точно. Надо оттопырить немножко. Раз, два и три. Вот так, чтобы не съесть столбик один. Можно оттопырить и увидите тогда очень четко все. А вот теперь, внимание, мы будем с вами формировать вот такой центр. Видите, он выпуклый, дает такой достаточно выразительный рельеф. И что же мы делаем? Мы делаем 1 воздушную петлю, накид и столбик, который мы делали из 3 воздушных петель. Сейчас я немножко повожусь. Надо расслоить, так как я не очень вижу. Видите, я делаю захват сзади. И мне надо захватить 1 столбик, а у меня заползает 2. Сделали первый столбик. Тут же накид. Второй столбик тоже захват сзади. 2, тоже захват сзади. Вы уже понимаете принцип, который я использую. 3, накид и тоже захват сзади. И так мы сделали 4 столбика. Вот смотрите, у нас получается выпуклая часть. Теперь делаем 1, 2, 3 воздушные петли. 3, опять накид. И смотрите, внимательны здесь будьте. Мы опять заходим за столбик сзади и делаем столбик с 1 накидом. И вот так мы делаем 4 опять столбика. Потом опять 4, опять 4. 24 столбика разделить на 4. Это значит 6. Вот таких эпизодов у нас должно с вами получиться. Делаем 3 воздушные петли, заканчивая второй ряд. Смыкаем. Делаем 1 воздушную петлю и захватываем его сверху. Делаем столбик с накидом. Далее будьте внимательны. Мы делаем накид. И теперь уже просто 2 столбика обычных вершинку, как мы провязываем всегда. Привычным для нас способом. В петлю. Теперь опять делаем накид. И опять заходим сверху в 4 столбик. И делаем столбик с накидом. Теперь внимание. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Заходим по дарочку. Делаем столбик. Еще раз. 1, 2, 3. И вот теперь внимание. Смотрите, ход интересный будет. Делаем накид. Заходим сверху. Видите, у нас 4 столбика. Пропускаем 1, берем 2 столбика сверху из 4, которые у нас по серединке. И делаем столбик. Опять делаем накид. Опять сюда же. Под эти 2. Откуда мы и делали первый. Второй столбик делаем так же. 5 накид. Под эти же 2 столбика. Аккуратненько. Потому что 3 делаем тяжелее всего здесь. Обратите внимание, что мы с вами формируем. Вот. Вот. Вот эту узловую такую ветку. То есть мы с вами находимся вот здесь. Сейчас мы делаем начало вот этого лепестка. Вокнутого. И теперь делаем 1, 2, 3. 1, 2, 3. И делаем опять же веточку. Вы, если обратите внимание, она у нас вот эти 2 вогнутые ветки. Они у нас симметрично друг к другу относятся. Поэтому мы сейчас опять берем столбик вот так сверху. Сделав предварительный накид. И провязываем столбик. Теперь делаем накид. И провязываем как всегда. Вершиночку. И второй столбик также провязываем в вершиночку. Делаем накид. И сзади опять захватываем. И делаем столбик. Вы обратили внимание, что у салфетки у нас как бы 4 стороны. 1, 2, 3, 4. 2 одинаковые и 2 одинаковые. Но между собой они разные. И теперь, значит, мы провязываем не по кругу так же, как везде. Что я забыла сделать? Сейчас я вам покажу. Обязательно берем смываемый фломастер. Можно ниткой отметить, у кого нет смываемого фломастера. Это настоятельная моя рекомендация. И вот где у нас самое начало до ряда. Вот первый ряд мыл. Второй и третий. Вот так прочерчиваем. Мы должны четко знать, где у нас начало. Тогда мы сможем 4 стороны с вами выстроить. Здесь мы отмечаем только вот здесь напротив. Все. А вот полностью, то есть сначала, вы поняли, я его отмечаю более-то значительно. Очень рекомендую. Потом пожалеете, если не послушаетесь. Может, у нас есть такие особо глазастенькие. Но в основном нет таких. Теперь здесь проще. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем пять, делаем пять воздушных петель и подарочку. Делаем столбик. Это вот эта сторона у нас уже пошла. Вот это мы с вами вывесываем. Теперь раз, два, три, четыре, пять. И опять делаем веточки сверху. Раз, два, три. Заходим опять в арочку, столбик. Раз, два, три. И что мы с вами сейчас формируем? Видите, напротив. Вот она веточка жирненькая. И здесь тоже сейчас будет веточка. То есть мы опять берем два столбика. Теперь так же делаем вокруг веточки. После веточки делаем три воздушные петли. Заходим в арку. Раз, два, три. Делаем накид. Столбик сверху один. Теперь захватываем. Теперь обычно делаем два столбика. Как вершинку, как и делали всегда. Теперь один. И сверху захватываем этот столбик, который у нас остался. Один. Вот так. Смотрим. Теперь пять. Вот у нас пять воздушных петель. Две арочки. Пять воздушных петель напротив. Делаем так же пять. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, уже вырисовывается у нас с вами понимание, хоть какое-то рисунка. И опять пять. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем пять воздушных петель. Помните, что мы с вами здесь имеем столбик. С краешку. С краешку, вот в его вершинку делаем соединительную петлю. Делаем воздушную петлю. Накид. И опять вот в этот столбик, который у нас первый был, выпуклый. Заходим опять под него спереди и делаем столбик с накидом полноценный. Далее. Вот здесь вот рядышком находим, не теряем столбик. У него делаем нормальный столбик. То есть вершинку не выпуклый, не вогнутый. Опять делаем обычный столбик. Накид. И сверху выпуклый столбик делаем. Вот так у нас с вами получается. Далее делаем раз, два. Воздушная петля, подарочку. Делаем столбик. Раз, два, три. Накид, подарочку делаем столбик. Раз, два. Накид. И теперь что делаем? Опять выделяем посередине столбик, который у нас. Вот он. Один, два. Остается, помните, мы делали из одного места три столбика. Мы сейчас выделяем один столбик. Заходим сверху под него. И делаем столбик с одним накидом. Опять делаем накид. Опять под этот же столбик мы заходим. И опять делаем столбик с одним накидом. Делаем накид. Опять заходим сверху под этот столбик. Опять делаем столбик с одним накидом. опять 2 воздушные петли симметрично делаем как только что делали накид заходим в арочку столбиком 1 2 3 накид заходим в арочку столбиком 1 2 и опять веточка у нас веточку делаем то есть первый столбик у нас то лепесток извините вот эту нас ветка ствол ветки до называем условно а вот это уже где у нас получается выпуклые столбики обычные это у нас скорее всего как назовем тонкий лепесток да это тонкий лепесток потому что потом у нас еще будут широкие лепестки это тонкий лепесток тонкий лист вот мы его формируем тонкий лист вот так будем и называть будущем и опять видите из 4 он состоит из 4 столбиков по краям мы делаем здесь с вами столбики выпуклые за счет того что берем столбик сверху теперь мы с вами делаем раз два три 4 5 это мы с вами сюда вот пришли ведь у нас сеточка получится здесь делаем под арку столбик опять пять раз два три 4 5 подарочка делаем столбик и опять раз два три 4 5 и у нас что с вами опять накид и опять узкий длинный лепесток который мы его вяжем как я уже показывал и вот так мы заканчиваем уже этому можно сориентироваться по схемке здесь здесь понятно пятый ряд начнется у нас опять же как и предыдущие два ряда мы соединились петелечкой соединительной делаем воздушную петлю накид и опять вот этот столбик с которого мы на котором мы замыкались делали соединительную петлю делаем сверху его заплатил столбик с одним накидом теперь мы делаем опять накид и вот рядышком видите здесь столбик у нас он спрятался на все время норовит спрятаться за столбик который мы только что провязали уйти за него но его надо найти вот два теперь опять столбика делаем как обычно вяжем их накид и четвертый из этих столбиков опять делаем напоминаю мы делаем вот такую ветку вяжем узкая только что мы привязали теперь мы с вами начинаем еще один начало вот этого лепестка теперь у нас будет а делаем и вот что 2 воздушные петли накид и вот у нас столбик видите есть накидом предыдущего ряда заходим сверху делаем столбик с одним накидом выпуклый опять накид опять сюда же под этот столбик делаем столбик выпуклый 2 воздушные петли 1 2 накид следующий видите столбик предыдущего ряда заходим под него делаем столбик накид заходим под него делаем столбик опять 2 воздушные петли и ветка наша вспоминаем предыдущие провязы накид и в средний столбик здесь 1 2 3 столбика мы в серединку заходим под столбик который посерединке и делаем столбик полноценный с накидом еще накид столбик полноценный с накидом вот так он у нас проходит и делаем опять 2 воздушные петли из вновь то же самое то что мы делали только что заходим под столбик делаем столбик накид опять под него заходим делаем столбик 2 воздушные петли накид под следующий столбик заходим накид под следующий столбик заходим 2 воздушные петли 1 2 и под этот столбик заходим вот первый помните 4 узкую веточку опять вяжем накид и вяжем вершинку столбика накид вяжем вершинку столбик так же как вязали в предыдущем ряду накид и делаем с вами столбик а вот теперь мы делаем 1 2 3 где у нас сеточка мы начинаем новый эпизод сюда столбик делаем в первую арку 1 2 3 4 5 следующую арочку делаем столбик сейчас будем все в эту арочку делать следующий тоже а здесь 1 2 3 и вот сюда входим в эту же арочку куда только что делали столбик и делаем теперь 1 2 3 4 5 следующую арочку столбик и 1 2 3 и узкий лепесток который мы формируем то есть накид и опять мы делаем с вами стол и опять теперь два столбика обычных сделали с вами выпуклый 2 обычных накид и выпуклый выпуклый два обычных выпуклый ну и вот так как мы только что вязали повторяем до места окончания этого ряда завершаем пятый ряд также вершинку столбика эти как отметочка помогает где у нас этот столбик его вершинка также делаем соединительную петельку все так же пока продолжаем как и было воздушная петля в этом месте подхватываем столбик сверху делаем столбик с накидом выпуклый столбик также вяжем далее у нас идет два обычных столбика вот опять прячется у нас столбик один мы его все-таки находим его вершинка 2 тоже обычно вяжем как вязали накид и сверху опять выпуклый столбик это наша веточка далее делаем 2 столбика воздушная здесь у нас если вы помните два столбика хотя не видите как скрутились в один разбери у нас четко здесь есть две вершинки в первом мы делаем столбик вот расслаиваем видите нас четко ездить два столбика две вершинки вот расслаиваем эти два столбика в первый сверху делаем столбик во второй столбик видите вот он мы делаем еще раз столбик предварительно сделав накид накид и еще раз мы делаем столбик сюда же теперь в итоге то есть мы получили три столбика из двух делаем одну воздушную петлю и опять симметрично вот он первый столбик сверху заходим делаем столбик с накидом накид опять столбик сюда же здесь мы из одного делаем два а вот следующий мы делаем одиночный накид и одиночный у нас вот смотрите вот так он одинокий далее два воздушных столбика и и наша ветка продолжается жирненькая мы сверху заходим раз 2 и накулемала и накулемала 2 воздушных столбика и так как мы делали только что симметрично один столбик подхватываем делаем один из него выпуклый столбик накид следующих столбик мы делаем 2 1 из 1 2 2 воздушная петля и опять 2 из 1 выпуклые 2 выпуклые 1 так далее 2 воздушных столбика опять сейчас поправим здесь 2 воздушных столбика опять у нас веточка наша мы делаем один столбик выпуклый 2 обычных и выпуклый и выпуклый вот теперь мы дошли с вами вот до этого места ну там смотрите мы с вами продвигаемся вот так вот дошли до этого места сейчас смотрите что мы здесь делаем 1 2 3 накид под арочку из 3 воздушных столбиков мы делаем столбик с одним накидом теперь делаем 2 накида под арочку из 5 воздушных столбиков делаем столбик с двумя накидами теперь делаем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 делаем 3 накида 1 2 3 и вот у нас маленькая такая арочка из 3 воздушных петель в центре и под нее делаем столбик с тремя накидами 1 2 3 4 вот так его провязали опять 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 8 воздушных петель столбик с двумя накидами входим в арочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда делаем 1 накид входим под арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда 3 воздушные петли 1 2 3 и опять помните веточку вот повторяем сначала все веточка расширение и доходим до соединения то есть заканчиваем 6 ряд то есть повторяем еще по разу каждую комбинацию помните о чем я вам говорил вот здесь в этом месте должно получиться как вот здесь напротив симметрия вот с этой стороны мы будем вязать точно так же как с этой стороны все напротив друг друга завершаем шестой ряд опять соединительной петелечкой вершиночку столбика выпуклого предыдущего ряда этого ряда делаем опять воздушную петлю опять накид пока веточка продолжается у нас ровно и делаем выпуклый столбик накид и заходим в первый столбик обычный или во второй столбик лепестка в третий столбик лепестка обычным столбиком накид и опять выпуклый столбик теперь делаем 2 воздушные петли накид в первый столбик делаем выпуклый столбик это вот следующий лепесток мы формируем вот этот смотрите вот он этот лепесток это 4 у нас таких лепестка напротив друг друга будьте внимательны я вам потом покажу где я там напортачила то место которое специально оставила еще один столбик смотрите внимательно тоже сверху делаем и следующий столбик находим его третий и вот из третьего столбика мы делаем два столбика выпуклых в одно и то же место как уже делали следующий мы опять делаем два столбика выпуклых раз и в это же место опять два накид и в следующий столбик мы делаем столбик накид и опять столбик выпуклый все выпуклые здесь все столбики в лепестке были выпуклые далее опять две воздушные петли мы делаем накид и помните у нас раз два три три столбика мы опять сейчас заходим мы делаем черенок заходим и делаем раз два и три так сделали и опять две воздушные петли и опять мы делаем столбик выпуклый один накид тоже один из следующего столбика то есть повторяем то что делали вот мы с вами повторяем то что делали только что вот вот так у нас получилось два лепестка рядышком формируется между ними черенок черенок сейчас тоже начнут раздваиваться так же как и здесь видите на рисунке вот он идет прямо потом он начнет раздваиваться поэтому следите внимательно что здесь происходит далее делаем две воздушные петли теперь опять мы делаем пока еще лепесток у нас ровно идет вершинку вершинку и делаем вот выпуклый все сделали теперь мы делаем раз два три три воздушные петли накид первый столбик делаем столбик с одним накидом первую арку извините и столбик в арочку а вот далее все просто накид и в это окошечко мы делаем в первую арочку делаем 13 столбиков раз ой извините нет 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 здесь все столбики с двумя накидами вот сейчас у нас пойдет вот в эту арочку столбики с двумя накидами то есть если первый столбик был под арку у нас столбики с одним накидом вернее один даже столбик с одним накидом то здесь у нас 13 столбиков с двумя накидами и в следующую арочку мы делаем тоже столбиков 13 с двумя накидами и вот так мы с вами этот ряд седьмой ряд повторяем еще раз всю эту композицию вот эту композицию здесь повторим здесь завершаем вот видите как он начинает поворачивать обязательно отметочку поставьте чтобы узнали где у вас начало когда начнете вязать а вязать я думаю начнете обязательно потому что мотив невероятно интересный и красиво интересно вяжется будьте внимательны повторите то что я вам сказала седьмой ряд закончили соединились петелечка замкнулись восьмой ряд внимание делаем одну воздушную петлю и теперь вот такую тут историю надо нам надо сократить лепесток делаем накид и вот впер под первый столбик сверху делаем столбик не завершая его далее делаем накид под второй столбик заходим делаем провязать не завершаем вот у нас два столбика не довязанные на верхушке и теперь мы заканчиваем далее накид кстати вот здесь еще одна тонкость неправильно связала вот смотрите здесь выпуклый столбик 1 я не довязала сейчас показываю еще раз накид берем под столбик под первый делаем его выпуклым да вот так правильно накид второй столбик делаем обычный но тоже его не провязывая а вот теперь мы два этих столбика один выпуклый другой обычный стандартный провязываем одним махом теперь опять делаем накид и обычный столбик накид и выпуклый столбик вот так мы сократили лепесток видите мы его сделали меньше он стал заужаться даря две воздушные петли накид вот мы дошли с вами до серединки провязав три выпуклых столбика мы формируем новый лепесток как уже понимаете теперь нам надо вот два сделать накид и вот два столбика которые в центре между ними была воздушная петля помните предыдущем ряду вот так мы берем на крючок и делаем столбик с одним накидом и тут же еще раз накид и опять сюда же заходим и опять делаем столбик с одним накидом то есть мы их соединили в центр вот так сдвинули видите как аптечка красиво получается выпуклая и сделали два столбика и теперь мы опять делаем три столбика то есть в общей сложности у нас в лепестке сейчас должно получиться восемь вогнутых столбиков как и было только единственное что мы соединили центр и сделали его таким вот выразительным у нас тут такая птичка получилась красивая теперь делаем опять две воздушные петли и вот здесь опять внимание здесь у нас три столбика помните вот в первые теперь мы делаем не в серединку как делали до сих пор в 1 мы делаем выпуклый столбик 1 опять сюда же мы делаем выпуклый столбик 2 то есть у нас ствол начинает раздваиваться и сюда же мы делаем выпуклый столбик 3 это вот этот момент обратите внимание вот видите вот здесь мы с вами сейчас делаем раздвоение стебля потом перейдет у нас вот в такие лепестки делаем две воздушные петли 1 2 и с другой стороны пропускаем один здесь столбик и с другой стороны столбик выпуклый отхватываем выпуклым его опять же и под него также делаем три столбика как делали только что так три столбика темы как делали это только что сделали и опять две воздушные петли как и с другой стороны мы делали опять раз выпуклый столбик 3 и вот здесь мы подхватываем два столбика центральных опять так же все делаем делаем столбик опять накид и возвращаемся опять мы делаем то же самое то есть повторяем то же самое что было и три столбика выпуклых у нас дальше пошли опа сделали провязали лепесточки и не забываем сократить длинный узкий лист сделать его уже теперь делаем 1 2 3 воздушные петли 1 накид и подарочка сразу которую нас рядышком около лепесточка делаем столбик с одним накидом и далее 2 накида и теперь мы делаем столбики внизу два столбика пропускаем 1 2 вот эти столбики пропускаем следующий в третий делаем вогнутый столбик с двумя накидами 2 накида и опять вогнутый вогнутый столбик с двумя накидами вот смотрите какое мы место вяжем вот она ведь вот они лепестки 2 воздушные петли 2 накида заходим под столбики и вяжем опять два накида и вот так вогнутые столбики вяжем с двумя накидами до конца всей этой арки как уже поняли 3 столбика 2 воздушные петли 3 столбика 3 воздушные петли вот так до конца вяжем закончили восьмой ряд соединительной петлей сомкнули его этот восьмой ряд делаем опять воздушную петлю накид и заходим делаем выпуклый столбик вот в первый столбик он теперь из двух состоит не довязывая делаем выпуклый столбик с одним накидом далее делаем накид тут же рядышком столбик обычный делаем столбик опять же не довязываем разболталась петля видите первое я поэтому перевязываю чтобы подтянуть петельку нормально чтобы она смотрелась и вот теперь когда у нас два столбика недовязанных один выпуклый другой обычный нас крючке мы протягиваем ниточку один раз опять накид и уже третий столбик в веточке это тоненькая веточка мы ее вяжем напоминаю сомкнули мы ее практически уже совсем сделали еще один выпуклый столбик делаем 2 воздушные петли накид и 8 выпуклых столбиков лепесток у нас 1 накид 2 накид 3 накид 4 видите тут два рядом у нас очень близко к друг другу смотрите их не пропустите это было 5 вот сейчас у нас будет 67 вы извините сейчас пересчитаю что-то у меня в счете так раз два три 4 5 6 это я посчиталась все правильно 6 7 и 8 вот у нас лепесток смотрите вырисовывается следите чтобы столбик брали в один так здесь и лезет 2 какой-нибудь под руку вот лепесточка нас образуется далее в девятом ряду у нас продолжает этот ствол расслаивается раздваиваться как его объяснить по точнее раздваивается разветвляется делаем накид и опять в серединочку заходим тут у нас три столбика вспоминать и 1 2 3 мы заходим средний выпуклым спереди заходим и делаем 1 столбик 5 накид опять заходим сюда 2 столбик опять накид и 3 столбик и 3 столбик вот так готово теперь раз два три три воздушные между ними помните здесь есть такой мостик из воздушных петель заходим делаем столбик далее 1 2 3 переделаем накид и во вторую из трех посерединке которая столбик мы входим и делаем выпуклый столбик 1 и 5 накид то же самое делаем то что делали только что перед двумя воздушными петлями 3 они видите не так их просто делать особенно когда камера стоит и мешает вот так получается теперь у нас 1 2 3 нет 2 2 воздушные также мы делаем правильно здесь две воздушные вот здесь 33 и здесь две воздушные правильные схемки кусочек который я вам покажу там это видно поэтому упугайтесь есть вещи которые вообще на этой схеме ничего не видно так и опять листик вяжем есть две воздушные петли накид 1 столбик помните веточка тоненькая также мы уже вязали только что с вот этой стороны и теперь что мы делаем опять делаем столбик в обратном порядке теперь обычный с накидом не довязываем накид и столбик выпуклый тоже не довязываем и затем их вместе одной петли закончим закрываем далее 3 воздушные петли 1 2 3 накид опять вот в эту арочку как и в предыдущем ряду мы делаем столбик далее очень простой ряд мы делаем накид и уже сверху мы делаем выпуклые столбики раз 2 3 теперь если предыдущему ряду у нас здесь было две воздушные петли здесь мы делаем 4 1 2 3 4 опять накид и опять мы 4 воздушные петли и вот так как в этой половинке я делаем выпуклые столбики сейчас мы его исполнил раз два три вот так и опять 4 воздушные петли и вот так как в этой половинке я показывала только что мы повторяем все делаем с другой стороны и доходим до начала девятого ряда то есть уже до его конца и встречаемся завершаем 9 ряд соединительной петлей делаем воздушную петлю и теперь мы с в этом ряду в десятом завершаем полностью вот эту тонкую ветку делаем накид и нам надо вот эти два столбика здесь два вместе видите у нас провязанных мы их захватываем оба выпуклым столбиком провязываем столбик с одним накидом сейчас еще разок сделаю вы как раз посмотрите еще раз вот так не довязываю столбик и тут же я делаю накид и вот этот первый который был столбик с этой стороны в этой веточки я его тоже провязываю не до конца и теперь полностью все три петелечки протягиваем все у нас острие образовалось мы закончили с вами вот эту узкую узкий лепесток и 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